Система со свекровью, да? Очень просто. Вообще просто-очень просто для женщины. Понимаете, женщина склонна строить личные отношения со всеми. Ей особенно нравится строить личные отношения с родственниками. Просто поймите такую вещь, что свекровь, если она очень сильно привязана к сыну, очень сильно привязана к сыну, это вызывает ревность. Это вызывает ревность у обоих. И поэтому что нужно женщине сделать? Ей нужно принять эту свекровь как мать. Как мать и слушаться её. Вот она говорит, с моим сыном надо вести себя так. Надо принять это, сказать, мамочка, всё, будем вести себя так, как ты говоришь. Этого даже в принципе достаточно. Вы можете вести себя, как хотите с ним. Вы же с ним личную жизнь ведёте, а не она. Но всегда принимайте её советы и соглашайтесь с ней. Всё. Придёт время, она успокоится. Сто процентов. И будет вас защищать больше, чем её, чем своего сына. Сто процентов. Это просто вопрос начала отношений. Вот это начало становится камнем преткновения во многих семьях. И семьи могут разрушиться из-за этого. Часто бывает так, что сын сильно привязан к матери. Сильно привязан к матери. Это всегда неблагоприятно. Если сын сильно привязан к матери, тогда мать начинает ревновать его жене. Это всегда так бывает. Это всегда неблагоприятно. Сына должен воспитывать отец, а женщину должна воспитывать мать. Но если жена слушается, свекровь всегда результат один и тот же, хороший.